Более 20 лет назад Людмила Корпушова создала коллектив «Народной песни Забава», который сегодня стал одним из самых популярных ансамблей нашего города. За их плечами большое количество выездов и наград. И каждый раз, возвращаясь с конкурсов и фестивалей, солисты кладут в свою копилку очередную награду. В начале этого года коллектив «Забава» вновь выступил на международном конкурсе-фестивале в гостях у сказки в Великом Устюге. Поездку эту планировали давно, хотели съездить именно в этот город. Ну а нужны для того, чтобы, во-первых, расширять наш кругозор, смотреть на другие коллективы, себя показать. Ну и сплачиваемость коллектива тоже здесь как бы немаловажна. В программу фестиваля входили выступления коллективов и солистов, творческие встречи, мастер-классы, ярмарка песенных фонограмм. Но больше всего сыровчанам запомнилась церемония награждения. Гран-при было всего три. Мы заняли третье гран-при. Из всех коллективов у нас не было соперников по народному вокалу и песне. И мы как бы выиграли, я считаю, что заслуженным. Коллективу «Забава» вручили грант на 30 тысяч рублей и путёвку на международный конкурс-фестиваль музыкально-художественного творчества «Солнечная империя», который пройдёт летом в Абхазской Пицунде. Но на этом сюрпризы для участников не закончились. Девять солистов наших тоже стали лауреатами. И первой, и второй степени дуэт Порошенков-Денис, Блазков-Ладислав стали лауреатами первой степени и получили спецприз за высокое профессиональное исполнение. Не обошлось и без специального приза от жюри. Им наградили концентмейстера ансамбля Сергея Цыганова. А Людмиле Карапушовой вручили приз за сохранение национальных культурных традиций. Ирина Вышегородцева, Владимир Есенников, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров, 24.